Ну что, здравствуйте, друзья! На связи Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алиам. Очередное обращение к подписчикам, к нашим клиентам, к тем, кто не безразличен к нашей деятельности, тем, кому это интересно, кому это необходимо, в конце концов. Итак, возникает очень много вопросов. Вы пишите, спрашиваете к нам на электронную почту, в комментариях на канале YouTube. Просто звоните нашим сотрудникам. Одним словом, нам никак не удается утолить тот информационный голод, но это, собственно говоря, хорошо. Я считаю, что это неплохо, что люди не инертны, в конце концов, по сравнению с тем, когда человек заходит к нам под юридическую защиту, первый месяц-два, у него один род вопросов, один вид вопросов. И уже где-то 3-4 месяца проходит совершенно другие вопросы, более деловые, осмысленные, и, скажем так, более глубокие, интересные для нас, в первую очередь. Но в то же время сейчас цель моего обращения все-таки расставить все точки над «и» в теме, что происходит в судебном разбирательстве, как реагируют судьи, что ждет нашего клиента, что ждет человека, который действительно предпринимает какие-то действия. То есть человек, который либо сам, либо с нашей помощью выходит в формат правового поля, заявляет о себе законными методами. И с чего я хочу начать комментировать эти все вопросы, давать ответы. Первое, друзья мои, запомните, как только вы обратились к нам, либо к другим грамотным юристам, но в конце концов, может быть, вы самостоятельно способны проводить какие-то действия, запомните, во всей этой ситуации вы единственный, кто действительно действует по закону. Почему я так категорично утверждаю? Почему многие из вас скажут, ну банк – это такая структура, уважаемая, офисы, на государственном уровне все поддерживается и так далее и тому подобное. Банковские высшие чины вхожут в Кремль и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Это все результаты воздействия СМИ на вас, дорогие мои. Я всегда говорю, не надо смотреть телевизор. Не в буквальном смысле что-то смотреть, что-то не смотреть, а категорически подчеркиваю, вообще не смотреть. Вот эти вот первые каналы НТВ и так далее. Немножко ушел в сторону, возвращаемся. Вы единственный субъект, который действительно находится в формате правового поля. Вы действуете по закону, вы заявляете о себе всеми предоставленными вам законными способами. В отличие от банкиров, от коллекторов, еще там от какой-то публики. Вы заявляете, не могу платить, нет возможности. Государство мне не дает возможности честно заработать эти деньги. Не могу, ищу и нечестно, и честно не могу найти этих денег. Дело в том, что если возвращаться к прошлым моим записям, роликам, я вам рассказывал, что этих денег физически в природе не существует. Вам их дали, вроде как, воспользовавшись не только вашей юридической некомпетентностью, а также неосведомленностью в структуре вообще как такового банковского бизнеса. Понятное дело, что для того, чтобы разбираться во всех этих перипетиях, сложностях, люди заканчивают вузы, люди проходят действительно серьезную практику. И только единицы из этих людей, хотя вузов у нас в стране море, миллиарды, много одним словом, которые готовят банковских служащих. И работой в принципе они обеспечиваются. Но только единицы из всей этой когорты добиваются каких-то результатов и попадают туда, наверх, там, где им дается доступ к тем самым секретным базам, к секретной информации, которая очень тщательно от вас, дорогие мои, скрывается. И один из ключевых секретов, который так тщательно скрывает банкир, это то, что вам дают те деньги, которых не существует в природе, и вы их физически не можете отдать. Грубо говоря, напомню, они готовы к такому стечению обстоятельств. Этот сценарий запланирован. Более того, он для них выгоден. Выгоден не с точки зрения денег, не с точки зрения прибыли, хотя не без этого, а с точки зрения поддержания политики государства. Любое государство заинтересовано в том, чтобы народ подчинялся воле верхушки. И легче всего управлять испуганной толпой. Очень много рычагов, очень много способов запугать страну в целом. Вот то, с чем вы столкнулись, это один из способов, очень действенных. Давить на вашу совесть. Загонять вас в рабство финансовое. Внушать вам, что вы должны. Это начиналось еще в советские времена. Кто на моем канале в ютубе регулярно появляется, те и видят, сколько иной раз. Их немного, но выскакивают вот эти борцы за правду с лозунгами. Раз взял, нужно отдать. Ребят, я сейчас немножко отвлекусь. И в очередной раз вам, дорогие мои, вот именно те, кто с трясущимися руками и с гордо поднятой головой пишет. Вот отдал, ой, взял, нужно отдать. Взял у соседа, нужно отдать. Взял у друга на работе, нужно отдать. Взял ссуду у работодателя, у предпринимателя, нужно отдать. Взял товар на реализацию, если ты занимаешься, купил-продал, нужно отдать. Нужно отдать, если ты взял и пощупал это. А если тебе сказали, что ты что-то взял, то нужно выяснить для начала, что ты взял, и потом пытаться отдать. И просто задуматься. Я не буду сейчас вам рассказывать, как устроена банковская система. Для этого у нас будут либинары, они у нас регулярно проходят, каждый месяц. И вот там мы касаемся этой темы очень подробно. Как устроена работа банковской системы. Я вам одно скажу, еще раз повторю, нет этих денег в природе. Этот сценарий продуман, запланирован и желанен для банкиров. Чтобы человек оказался в состоянии жертвы и признал это, самое главное. Признал то, что он виноват. А раз виноват, то человек готов делать все, что угодно. Помните, те, кто моего возраста, в детстве была игра, мы же, я сейчас обращаюсь к более молодому поколению, у нас не было компьютеров, и мы играли там во всякие дворовые игры, и была такая, в раба играли, да. То есть ставились определенные условия, и кто-то, кто проигрывал там определенное количество времени по предварительной договоренности, обязан был исполнять любые даже дурные прихоти своего товарища, который выиграл в этом состязании в детском. Ну, тогда мы и говорили там, сделать то, сделать то, и было, скажем так, не солидно, что ли, отказаться выполнить приказ своего рабовладельца, да. Ну, тот же самый рабовладелец в детском понимании ситуации все равно осознавал, где есть границы, чтобы он не сказал бы, прыгни там с такого-то этажа, а максимум, чем ограничилась эта ситуация, там без штанов по школе пробежать, ну, по рекреации, да, это потолок. Ну, наверное, редко кто-то, даже такое у кого-то было, там косички дернуть у одноклассницы, или, может быть, там съесть 4 порции второго в столовой школьной. А вот то, что сейчас происходит, даже близко не приближается к тем, даже фантазийным примерам, который мы могли в детстве себе предположить. Нас буквально загоняют в петлю, точнее, не вас, я говорился о тех, кто соглашается на это. А как соглашается? Не включает голову, не пытается обдумать, а действует по привычке. Ему кажется, это его выбор, это не его, это не ваш выбор, то есть в том смысле, что он в вас, это зомбированная жизненная ситуация, то есть вы идете и делаете то, что выгодно не вам, хотя думаете, что это для вас, в первую очередь, полезно. Нет. Так вот, если вы вдруг решили выйти из этого стада, калитку я вам показываю. Мы выходим и заявляем о себе. Самое интересное, что государство устроено так, ну, у нас оно хоть и тоталитарное, но мы, в общем-то, на виду всего мира, и права человека, в общем-то, обозначены. И те единицы, которые все-таки решились действовать не по указке хозяина, а по собственному желанию, по собственным каким-то приоритетам, амбициям, в общем-то, не сильно гонимы, практически не гонимы. Но на первом этапе, да, оказывается давление, вот этот пастух пытается загнать обратно в стойло, но если человек уверен в себе, уверен в своих действиях, уважает свой выбор, сделанный в данный конкретный момент времени, то, в общем-то, этому пастуху ничего не остается, а просто сказать, ну, давай, иди, куда хочешь, у меня и так есть кем заниматься, без кого стричь. Так вот, это означает лишь только то, что если вы начинаете действовать так, как положено, как прописано в Конституции, в законах, то вы тот самый субъект, как я уже говорил, который находится в законном формате. Вы объявили о себе, дали понять, что больше стричь вас не получится. Конечно, оказывается, серьезнейшее давление, чтобы вас загнать, особенно на первом этапе, чтобы на место вас поставить. Те, кто сдаются, потом очень сильно об этом жалеют. Аналогия простая. Вас будут еще больше опускать, чтобы вы даже и не думали впредь о том, что можно так поступить. И ни в коем случае не открыли рот, чтобы рассказать окружающим о том, что вы так попробовали сделать. А вдруг появится еще пара-тройку ваших, скажем так, последователей. Это невыгодно. Это невыгодно. Поэтому давление серьезное, оказывается. Но, поверьте, это все оболочка, антураж. Никто на самом деле вас физически затягивать никуда не будет. Кончились те времена, когда вы можете ожидать какого-то бандита в гости. Они приходят, вот эти вот якобы бандиты, но они с вежливыми лицами и так далее, и тому подобное. Это хитрая игра государства. То есть этих же бандитов берут как разменную карту. Только лишь для того, чтобы в случае чего, если будет какая-то, ну не знаю, народные движения, то те люди, кто выбился из стада, они могут сказать, слушайте, да действительно, я вот воспользовался своим гражданским правом, и все получилось. И это ваше дело, дорогая моя остальная публика, что вы этого не сделали. И сейчас вы там кричите, что вас загоняют в долги. Итак, если человек хочет воспользоваться своим гражданским правом, он это может совершенно спокойно сделать. Без какого-либо ущерба для своей гражданской позиции. Я это заявляю вам на опыте своих клиентов. Да, суды лоббированы. И судебные решения, как правило, выносятся, особенно на первом этапе, в сторону банка. И даже когда не сам банк подает в суд исковое заявление о стребовании суммы долга, либо суммы процента, а даже когда мы инициируем судебные разбирательства от имени наших клиентов, все равно судья становится на сторону банка. Вот расскажу просто алгоритм. Заходит к нам клиент, новый клиент. У него досудебка. Для начала, что досудебка такое, вы все уже знаете. То есть мы вступаем в цивилизованный конфликт и объявляем банку, хоть и формально, но совершенно законными способами, единственно возможными, единственно легитимными способами, которые имеют юридический вес, о том, что наш клиент вообще сейчас думает по поводу всего происходящего. Что договор в части пунктов не соответствует действующему законодательству. Что у клиента нет каких-то документов. В конце концов, отзыв согласен, обработку персональных данных мы пишем. Холл-центр наш работает в формате переадресации звонков, когда с вашими взыскателями разговаривают наши специалисты, в том числе и я. Вы это слышали на канале YouTube. Итак, это досудебка. Мы провоцируем банк подать в суд. Сказали мы ему. Что? В чем законность нашего формата? Ребят, мы не скрываемся, уважаемые банкиры, мы вот. Просто мы не хотим с вами по телефону разговаривать с этими вот звонарями, там, вот эти попрошайки с полцентра, которые понятия не имеют. Хоть они и называются там какой-нибудь старший, младший суперсотрудник юридического отдела. У него там не то, что юридического образования нет. У него максимум, он там основные заголовки каких-то особых статей прочитал, заучил. Ну, ему их дали. Даже он сам не занимался этим делом. И, конечно же, он почему-то решил, что это круто. Ну, а точнее, ему точно так же провели зомбирование и внушили, что он крутой такой весь под крышей банковской там или там микрофинансовая организация, какой-то там накачанный дядька там его защищает. И они себя искусственно посадили в дорогущую машину и на нас с вами теперь смотрят, как, знаете, на каких-то идиотов, которые там пытаются пешочком идти, а мы тут, а он такой на джипе весь едет, да, весь такой на блестящем джипе и может плевать в нашу сторону. Это ему так рассказали, и он сам себе вот эти грезы сделал. И вот эта публика не идет в расчет. То есть вот эти звонари, на них вообще обращать внимание не нужно. Письма мы пишем в головной офис, где заявляем, что мы, ну, то есть вы, а мы от вашего имени работаем, доверенность, договор, помните, да, вы же нам готовите нотариальную доверенность, договор с нами заключаете, и мы совершенно законно от вашего имени действуем. Мы заявляем, что вот, мы не скрываемся, мы игнорируем формат устного общения, но ни в коем случае не отказываемся объяснить свою позицию и даем банку возможность точно так же нам ответить. Напиши, уважаемый банк, что ты думаешь по этому поводу. Понятное дело, что банк не будет ничего делать, и нам на самом деле неинтересно, то, что думает там банковский юрист. Нам нужно формально провести досудебку, сделать максимум для того, чтобы в суде потом обозначить, чтобы у вас, в конце концов, после окончания нашей работы, была вот такая папка доказательных документов. Вы ее сложили в коробочку и живете, дышите спокойно. Потому что кто бы вас, когда бы там не спросил, вы показываете, ребят, смотрите, вот доказательство того, что никуда я не скрывался и хотел с банком настроить нормальные отношения. То есть, я не отказывался платить. Ну почему я должен платить, выполнять условия заведомо кривого договора? Что это за глупости? Есть договор, который не соответствует действующему законодательству. В части пунктов, в большей либо меньшей части этих пунктов, я отказываюсь. Это мое законное право. Почему я должен, ну логика простейшая, вот просто как вот день. Почему я должен выполнять условия этого договора? Я прекращаю вносить платежи. Я об этом заявляю банку. Сейчас вот то, что я говорю, это касается тех людей, кто действительно заявляет об этом банку. Не просто прекращает деньги платить, а либо сам, либо с помощью юристов, официально, грамотно об этом заявляет. Письменно. По-другому не надо приходить и говорить, звонить им, электронные письма писать на смс и отвечать. Это глупость. Это не работает. Это рассчитано на Олухов, который думает, что это вот банкир сидит и лично там ему эту смс набивает. Нет, там программа работает. Одновременно с тем, как вы получили эту страшную смс-ку, таких смс-ок получили, ну, наверное, сотни тысяч людей, кто не платит. Заметили, очень часто смс-ки на латинице, да? Это дополнительное подтверждение того, что банкиры понимают, что эту смс-ку, даже если вы захотите приобщить как угрозу, да, ну, она не сработает, потому что это не будет иметь никакого юридического веса. И вот этот факт, что она на латинице, еще меньше, еще, точнее, не так, ее еще более, скажем так, обесценивает с точки зрения юридического подхода. Итак, вы объявляете о своих намерениях, сделали свой шаг, то есть вы сообщили банку то, что вы думаете, и свой шаг, прекращаете выполнять условия договора. Поймите простую вещь. Прекратить выполнять условия договора, ну, в большинстве случаев это вносить какую-то денежку. Ну, договоры же не только кредитные есть, очень много, договор поставки, договор оказания услуг. И выполнять условия договора, это значит, ну, свою часть договорных обязательств прекращать добросовестно реализовывать. Точно так же, как кто-то может прекратить поставлять продукты, потому что вот то-то, то-то, то-то происходит. Кто-то может прекратить оказывать услуги, ну, вот как мы, да, вот вы встали под юридическую защиту, платите, 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 мы перестали платить. Мы можем прекратить оказывать вам услуги, можем прекратить представлять ваши интересы, что категорически вам не рекомендуем, знаете, на полу дело бросать все. Ну, ладно, это немножко в сторонку я убежал. Вот, заявили о себе, все, после этого банк не реагирует. Мы его провоцируем, пойдем в суд, вот мы не платим, давай, давай, что-нибудь делай, где твой шаг? Я свой шаг сделал, вот я, я о нем заявил, объявил об этом шаге. А ну давай теперь ты, уважаемый банк. Банк молчит. Круто, если банк в ответ подает исковое заявление о взыскании суммы долга. Не нужно этого бояться. Более того, мы к этому стремимся. Мы, от вашего имени, когда делаем свою работу, мы к этому стремимся. А почему? Ну, во-первых, почему это круто, хорошо, нормально, да? Во-первых, вы не должны этого бояться, потому что вы под защитой юристов. Это наша работа, быть в суде. Для нас это как вы вот за хлебом ходите, как ходите на свою работу, вы же без опасения ходите на свою работу. Так же и мы совершенно спокойно понимаем, что в суде, находиться, то есть представлять интересы какого-либо человека, это наша работа. Поэтому мы совершенно адекватно к этому относимся, этого не боимся. И встречаем любой судебный иск определенным образом. Ну, или встречное исковое заявление, или еще что-то, апелляции, ходатайство. Ну, много может быть вариантов, вам не нужно об этом задумываться. Многие нас спрашивают, что вы сделали, как мы отвечаем, даем отчет, это все само собой. Но мы всегда рекомендуем, расслабьтесь и занимайтесь своими делами. Итак, судебный этап начинается. Хорошо, что если банк подал первый иск, но я сейчас первый инициировал судебное разбирательство, я сейчас не об этом немножко. А бывает так, что мы пишем, пишем, провоцируем банк, не платит наш клиент, ничего не делает. Банк нам обрывает трубки, звонит, мы там за него отвечаем, шлет страшные какие-то угрозы, уголовным преследованием угрожает и так далее. Ну, всякий бред нам, клиенты присылают эти письма, мы им пишем, расслабьтесь, успокойтесь, это обычная пугалка. Обычная пугалка, которая рассчитана на то, чтобы вас там растормошить и чтобы вы побежали платить. Будьте крепки в своих убеждениях и все. Вот таким образом мы комментируем вот эти вот страшные в кавычках письма банков, но они страшные для того, кто не понимает, что происходит. Так вот, все, не появился банк в суде, то есть не смогли мы его вытащить в суд. Мы не можем, да, чтобы вы понимали, прийти в банк, где там юрист ваш, а ну пойдем в суд. Он скажет, ребят, да, не, не пойду, не хочу, ну, нельзя мне, у меня есть высшее руководство, есть алгоритм действия. Это говорит о том, во-первых, что банк не сделал шаги в досудебном формате, в формате простых разбирательств. Это для нас серьезный аргумент, мы имеем полную доказательную базу того, что мы пытались договориться с банком до суда и, естественно, сами подаем иск о расторжении договора, либо там, если у нас документов не хватает, иск об устребовании документов. Это первый наш шаг. То есть мы тащим банкиров в суд уже таким образом. Здесь, понимаете, надо четко и отчетливо понимать, что если мы подаем исковое заявление, то уже работники суда обязательно отправят завещение в банк. Обязательно. В том, что на них подан иск и банк выступает в качестве ответчика. То есть, естественно, они получат уведомление. И в каком-то случае они выходят с какими-то встречными заявлениями, с какими-то ходатайствами, в свою очередь. Точно так же там встречные иски пишут нам, либо возражения. Ну, там целый алгоритм. Опять повторю, вам не нужно в это вникать. А бывает так, что они просто даже в процесс не идут. Вот они не идут в судебный процесс и все. И, опять же, часто бывает, что при отсутствии ответчика судья все равно занимает сторону ответчика. То есть, как это происходит? Отказывает нам удовлетворение исковых требований. Кто-то думает, ошибочно думает, что раз нет ответчика, значит, вроде как судья должен стоять на сторону истца. Ребят, не всегда. И я сейчас заявляю со всей ответственностью. И еще раз повторяю, никого ничего не боюсь, потому что я говорю, констатирую факт. Суды лоббированы. Лоббированы в формате вот такого финансового давления. Они уже привыкли вставать на сторону банка. Но когда вы вот мне на ютюбе спрашивают, я долблюсь, я никогда судья не встанет на сторону истца, на сторону должника. А всегда там он все равно там будет на стороне банка. Ребят, да. То есть, подали иск, суд встал на сторону банка, отпоклонил наши исковые требования. Там разные способы бывают. Мотивировал это какими-то там якобы законными доводами. Но надо дальше работать. Никто же не говорит, что судебный этап это вот написали и все. Мы обкладываем вашу ситуацию максимально большим количеством движений. Апелляции, возражения, касации. В конце концов, отводы судей и так далее и тому подобное. То есть, и в этом судебном разбирательстве, и в этом этапе, который называется судебное разбирательство, вы собираете вот такую пачку еще. То есть, да судебка есть пачка, судебка есть пачка. Вы о себе заявили. Вот не то, что отвлекусь. Это важная для многих из вас информация. Я всегда говорил, что мы не адвокаты, мы не антиколлекторы, боже упаси. Мы кредитные юристы. Ну, так вот, чтобы понимали, один из крупнейших юридических операторов на территории России. Что это такое? То есть, мы не работаем в том формате, как вот вы видите офисы, адвокаты сидят, юристы, вы заходите, там несколько человек сидят. Нет. У нас есть свой колл-центр. У нас есть свой отдел, который принимает ваши заявки, который обрабатывает ваши заявки, связывается с вами отдел контроля качества работы уже на этапе, когда вы становитесь клиентом. Отдел персональных менеджеров. Это все. И самое главное, те люди, которые занимаются написанием претензионного ряда. Те люди, которые занимаются ведением ваших дел на этапе исполнительного производства, когда у судебных приставов. И вот на этом промежуточном, но очень важном этапе, на этапе судебных разбирательств. Это действующие юристы. Они удаленно находятся. Они не сидят в каком-то одном офисе с 8 до 9 вечера, или там с 8 до 6 вечера. Нет у нас такого. Это старый подход. Это ребята удаленные, которые работают непосредственно в органах юстиции. Те же судьи. Судебные приставы. Я сейчас вам некий секрет рассказываю, но так оно и есть. То есть вашими делами занимаются реальные, допустим, судьи. В каком-нибудь другом регионе. У нас с ним есть нештатная договоренность. Мы ему за это платим. О его отношениях с нами никто не знает. Кроме нас. И там узкого круга людей. Он получает задачи свои в формате электронных сообщений. Он ведет вас как клиента. Но вы даже знать не будете, кто ведет ваше дело. Мы, я в своем лице перед вами, как руководитель этой всей организации. А юристы это удаленные специалисты. Причем мы стараемся, не стараемся, а у нас исключительно работают люди, которые побывали, либо сейчас находятся внутри системы. И они сами говорят. Вот те же вот. Вот вчера я встречался, ну, собирал там 4 человека. Судьи и ребята реально работают в судах. В Ленинградской области. Они так и говорят. Почему ваши клиенты так вот в общую? Ну, они же делают все очень грамотно. Точнее, мы делаем все очень грамотно от вашего имени. И выглядит это, что это вы так делаете. Вы заявили в досудебке. Вы в суде обозначили свою позицию. Что еще остается? Банк просто не идет в процесс судебный. Это говорит лишь только о том, что вы провели все. Вы ему сказали, на вот тебе, пойдем, заяви о своих претензиях. Мы вот заявляем, приходи ко мне в суде, давай побоксуемся. Ну, почему ты молчишь? То есть, а судья на фоне судебных прецедентов просто штампуют отказы там, допустим. И мы даже не смогли банк вытащить в судебное разбирательство. Он даже не спорит. И судья, допустим, отказывает в наших апелляциях, во всех этих вот документах, которые мы пишем, частные жалобы. Получили везде отказ. Ну, мы громогласно, знаете, с барабанами, с орудийными залпами заявили о себе. И банк сказал, точнее промолчал, читая, что сказал, что мне пофиг на эти деньги. Да, мы тебя слышали, видели, это очевидно, и мы понимаем, что у тебя есть доказательства. Но не нужны нам твои деньги, подавись. Все потому, что этих денег нет. Банк запрограммированно знает эту ситуацию. И он понимает, что это такое стечение обстоятельств. Вот и все. Значит, с человеком нет смысла. Ну, как он, допустим, и даже пускай, как я всегда говорю, мы 12 месяцев работаем, если что-то там не успеваем, то вы далее можете рассчитывать на оказание услуг без оплаты. Так и есть. Бывают такие случаи, когда мы не смогли все-таки добиться расторжения договора, сделали все возможное, а банк просто в глухую оборону ушел и все. Мы говорим, все, вот смотрите, у вас все готово, вы в законном формате. Не вздумайте туда хоть копеечку нести. Не вздумайте. Не будет, ну, обычно после 12 месяцев работы наши клиенты совершенно уже спокойно относятся к этим коллекторам, потому что коллекторы могут звонить всю жизнь. Это публика. Знаете, как я говорю, собака за окном лает, а мы спокойно своими делами занимаемся у себя дома. Коллекторы вообще никакой опасности не представляют. И вдруг, если после того, как мы уже с вами отработали, банк появляется в суде, в суде подчеркну, все остальное плевать. Знаете, документы, там, страшилки. Вот в суде. Вы к нам обращаетесь, и мы вас подхватываем. И уже не нужно никакой оплаты делать. И мы вас доведем до исполнительного производства, сформируем вам комфортный платеж. Пожалуйста. И ни копейки с вас не возьмем, потому что вы оплатили эти услуги. Но мы не смогли этого юриста банковского вытащить. И здесь не наша вина, что мы некомпетентны. Если меня сейчас слушают ребята, кто разбирается вот в этих всех вопросах, они совершенно спокойно могут написать внизу, там, да, Дмитрий говорит, дело. Понимаете? Если человек не хочет идти в судебный процесс, его силой туда силком не затащишь. Нет таких законов. Поэтому я вам еще раз говорю. Самое главное, что вы должны сделать, вы должны действовать. Вы должны действовать. И вот этой такой длинной речью я сейчас ответил на вопросы тех людей, кто говорит, что судья не идет навстречу должнику. Да, такое бывает. Но судебное разбирательство не ограничивается в подаче и одного искового заявления. У нас судебный процесс длится 2-3 месяца. Понимаете? Вот и все. В этом отношении только так, по-другому никак. И если вы думаете, что можно просто отсидеться, как некоторые пишут, да я просто забил. Повезло вам, раз вас пронесло. Но еще не факт, что все это закончилось. Я не буду скрывать, что если вы должны больше, чем 2 миллиона 250 тысяч рублей, то возможно уголовное преследование. Совершенно спокойно, по 177 статье возможно, но если вы ничего не делаете. Судебный пристав по инструкции имеет право инициировать следственные разбирательства, следственные мероприятия и возбудить статью уголовного кодекса злостное уклонение. Но вы слушаете, злостное уклонение, то есть уклоняетесь, ничего не делаете. Если вы в контакте с судебным приставом, я еще раз повторю, как много раз говорил, судебные приставы очень любят таких должников, которые им помогают работать. Ну как помогают? Всю необходимую информацию дают вореный срок. И судебному приставу очень даже легко взять и написать необходимый документ. Либо прекратить исполнительное производство в связи с отсутствием официального источника дохода. Он все проверил, сделал. Идите, ребята, взыскатели куда подальше. Я все сделал, что положено по закону. Отстаньте от меня. Ну либо прекратить в связи с отсутствием официального источника дохода, либо в связи с недостаточностью официального источника дохода. Либо признать право нашего клиента платить удобными платежами. Так называемая рассрочка платежа. Удобными, чтобы человек не по 50 тысяч, не по 20 тысяч отдавал, а по 500 рублей. Это законно. Кто впервые слышит эти фразы, я вам заверяю, это практика, это опыт. Так можно сделать. По закону судебный пристав может не более 50% официального дохода забирать. У нас есть рекордные показатели, где мы снизили эту сумму до 10%. Это в случае наличия официального источника дохода. Если официального источника дохода нет, но человек сам соглашается хоть какие-то деньги платить, он платит столько, сколько может. это все согласовывается с судебным приставом, тем самым создаются условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. Это результат, к которому мы стремимся. И когда вам говорят ваши горе-взыскатели, что это один банк, а теперь другой еще, и третий, и четвертый, ребята, это глупость. Так не бывает. Они могут, конечно, подать в суд, это будет происходить. Представьте себе такую вот вороночку, и вот эти банкиры туда собираются, собираются, а внизу, в узкой части, это исполнительное производство. Простите, стоит нам с судебным приставом, исполнителем договориться хотя бы об одном эпизоде, сформировать ваш комфортный платеж один раз. Все, все остальные будут в эту воронку сваливаться, и вот в узкое горлышко проваливаться, и вставать в очередь за этими вашими, там, ну, тысячей рублей. и не будет дополнительное исполнительное производство реализовываться, то есть, будет обобщенное. То есть, приходит каждый следующий взыскатель с исполнительным листом к судебному приставу, судебный пристав говорит, окей, да уже тут все выяснили, человек больше тысячи платить не будет, но он уже платит в этот банк, в этот, в этот, в этот, ну, вы вместе будете. То есть, существует реестр, да, человек заплатил на счет судебного пристава. Там есть исполнительное производство, эти деньги не сразу в банк идут, а вот там каким-то образом генерируются, и потом равными частями ко всем взыскателям распределяются. Еще раз говорю, в нашей стране подгрузить физическое лицо на выплаты очень трудно. Если это физическое лицо, если это гражданин, действует верно и правильно. Я вас призываю сделать тот самый верный шаг, перестать гонять вот эти мысли, недодумки, додумки, какие-то там хватать информацию откуда-то там, особенно из телевизора. Ни в коем случае. Весь телевизор лоббирован вот этими всеми структурами. Не надо мне присылать в ютюбе ссылки, где там какие-то репортажи заказные, как там коллекторы взыскали деньги, либо как судебные приставы пришли там двери взломали. Это все глупости, этого не бывает. Поверьте, у меня работают удаленно, как я говорил. действующие судебные приставы. Когда я им задаю такие вопросы, такое возможно, они смеются. Нам делать нечего. Нам нужно с утра прийти на работу, отработать и как можно меньше движений делать, потому что у нас просто зарплата. Конечно, если придет сотрудник банка, что-то там мне пообещает, я с ним пойду, что-то там попугаю. но если должник окажется стойкий или предъявит мне доказательство, что он сработает с юристом, я посмотрю на этого представителя банка, скажу, слышал, я пошел, я не хочу работу потерять, еще и вылететь с каким-нибудь серьезным нарушением. Понимаете, есть инструкции, есть инструкции, которые судебный пристав будет обязан выполнять. Если мы ему помогаем, как мне говорят ребята, которые с нами работают, они обожают. Любой судебный пристав очень любит, когда с должником работает юрист. Пристав только подумал о каком-то документе, у него этот документ уже на столе лежит. Те из вас, кто на этапе исполнительного производства сейчас находятся, они подтвердят мои слова, что мы очень активно на этом этапе, мы даем рекомендации, советы, потому что без вас мы ничего не сможем. Есть такие моменты, где вам нужно какие-то документы приготовить, пойти там, я не знаю, на биржу должников, простите должников, на биржу труда встать, справочку принести, что вы без дохода и вы на бирже, я не знаю, какие-то справочки о наличии ежедневенцев. Все это мы вам тоже говорим, естественно, вы нам помогаете и мы уже реализуем ваши права в законном поле, в правовом формате в таком случае. Поэтому, пожалуйста, послушайте, услышали, вникните, подумайте, решите, и примите тот самый главный, важный, сделайте тот самый важный вывод. Вывод такой, перестаньте дергаться. Это я сейчас обращаюсь к клиентам, которые вот-вот недавно оказались под юридической защитой. Для подписчиков, те, кто смотрит на ютюбе просто эту запись, тоже обращусь. Ребят, прежде чем какие-то выводы делать, все-таки нужно анализировать ситуацию. Я нисколько не обижаюсь на троллей, которые пишут всякую ерунду, типа, какой ты к чертовой матери юристом? Ну, откуда ты знаешь, какой я юрист? Да, обыкновенный. Просто у меня амбиции немножко повыше, чем может быть у какого-то другого человека. Да, я развил такую деятельность, я амбициозный человек, я хочу кормить свою семью, вкусно кормить. и поэтому вот так вот заявляю, что я буду делать все для того, чтобы помогать людям. Мне нравится моя работа, соответственно, я получаю за нее деньги, я делаю то, что люблю, то, что умею. И кому от этого тяжело, плохо, то это ваши проблемы. Тот, кто привык завидовать, по сторонам смотреть и ругаться, возмущаться от того, что у кого-то есть успехи, у него нет, это ваши проблемы, это ваш выбор, дорогой ты мой, недоброжелатель. А те, кто принимает меня о таких 99%, я с удовольствием заявляю, что я вас тоже всех очень сильно уважаю и желаю вам здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Всем без исключения. Всем без исключения. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok